Ола, мигас, на связи Матвей. И сегодня я хочу с вами поделиться некоторыми мыслями и официальной информацией по поводу грядущего обновления в КРМП Мобайл Блэк Раша. А конкретнее сегодня я хочу поговорить именно про графическую часть обновления. Все же вы, наверное, уже слышали про то, что нас ждёт новая графика, которого до этого ещё в нашем КРМП не было. Да что, говорить про наше КРМП вообще у других аналогов такого никогда и ни у кого не было. И как заявляют разработчики, графика будет такая, как примерно у GTA V. В общем, прежнем наше КРМП уже никогда не будет. Но всё же хочу развеять некоторые мифы по поводу данной ситуации, рассказать вам поподробнее, как будет работать новая система графики, что для этого нужно и многое другое. В любом случае, не переключайтесь, будет интересно. Также обязательно аванса поставьте лайк, я старался. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале, если ты так же, как и я, играешь в КРМП Мобайл Блэк Раша, то обязательно оформь подписку. Тут ты сможешь найти, возможно, лучший контент по нашему КРМП во всём СНГ. Ну а если ты по каким-то причинам до сих пор не играешь в это лучшее КРМП во всём мире, то, чел, я тебя вообще не понимаю. Да-да, именно сейчас пришёл тот самый момент, когда тебе стоит скачать КРМП Мобайл Блэк Раша по первой ссылке в описании совершенно бесплатно на любое андроид-устройство. Да, в отличие от Фортнайта, данная игра великолепно оптимизирована и её потянет даже самый древний андроид. Сама установка займёт не более одной минуты и требует от тебя не более двух кликов. Не всё же время играть только в один Фортнайт, надо иметь какое-то игровое разнообразие. Ну а КРМП Мобайл Блэк Раша великолепный способ расслабиться после напряжённой игры в Фортнайт Арену, ну или просто поугарать с друзьями. Также, если именно ты хочешь поиграть в КРМП Мобайл Блэк Раша вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу, группу канала ВКонтакте, ну или на наш Дискорд-сервер. Ссылку на это всё ты сможешь найти в описании. Именно там ты сможешь найти меня, мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Я, кстати, в основном играю на Lime-сервере. Также не стоит забывать, что теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Сейдену, Славе и Верику, очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а если ты хочешь пополнить данный список, то обязательно комментируй одним из первых моё следующее новое видео на канале. Ну а для этого нужно обязательно подписаться и включить уведомления о новых видео. В общем, надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте всё-таки приступим к разбору новой графики в Крэмпо Мобайл Блэк Раша, которая придёт нам с новым грядущим обновлением. Покажу вам, как она выглядит на самом деле и что за ней по-настоящему скрывается. Ну и напоследок её принцип работы. Погнали! Ну во-первых, взгляните на сами эксклюзивные скрины игры с новой графикой. Не хочу заострять на них особое внимание, пусть будут просто на фоне, пока я вам рассказываю основную информацию. В общем, да, как я и прежде говорил, это будет революционное решение в сфере всех Крэмпо Мобайл, которые только есть у нас на свете. Графика реально собирается быть настолько крутой, но при этом сама механика игры останется прежней. То есть все действия персонажей, анимации, да, они не изменятся, они будут такими, как и есть сейчас. Изменится только само восприятие игры, сама картинка будет более красочной и, конечно же, с шейдерами. Грубо говоря, вот вы же знаете шейдеры в Майнкрафте? Да, у нас будет такая же история. Просто добавят освещение, красивый свет, тени и тому подобное. И, в принципе, если просто скринить игру, то она даже будет похожа на GTA V, но по самой механике, физике всё останется как прежде. Честно вам скажу, но на момент выхода ролика обновление уже готово. Просто на данный момент происходит его тест на баги и, соответственно, их фикс. А поверьте, если мы будем говорить про баги, то их возникает крайне много. При всяком движении машины тень падает странно, это надо пофиксить. Ну и также со всеми другими объектами в игре. Ну а также добавится новая графика для растений. Да, их сделают ещё реалистичней, так, чтобы они красиво взаимодействовали с вещами остальными в игре, чтобы они смотрелись реалистично. Ну и, конечно же, чтобы их тени были максимально крутыми и реалистичными. Рассекричу вам один факт, что изначально готовилось, что следующее обновление выйдет из тем, которое имеем мы сейчас. То есть добавление растительности, которое мы имеем сейчас, плюс новая графика. Но однако разработчики посчитали, что это займёт слишком много времени, поэтому часть они выпустили уже и часть мы ещё ждём. Ну а также это даст бонусы игрокам, которые смогут более лучше привыкнуть к новому обновлению, к новой графике и тому подобное. С этим, думаю, мы разобрались, теперь перейдём к другой части, доступности данной графики. И, честно говоря, данную обновлённую графику вы можете запустить на любом устройстве, просто у вас будет это съедать FPS. Однако обновлённую графику также можно будет выключить через специальную настройку в нашей игре. Но предупреждаю сразу, чтобы поменять графику в игре, вы не можете просто нажать на данную настройку, вам надо будет ещё и перезагрузить саму игру. В любом случае, я считаю, что и разработчики поступили правильно, что дали возможность регулировать новую графику самим игрокам. Кому надо, тот включит, кому не надо, тот включать и не будет. Ну и, в принципе, по поводу информации, которую я знаю насчёт графики в грядущем обновлении, у меня это всё. Обязательно ставьте лайк, если вы досмотрели это видео до этого момента, я старался. А также пишите в комментариях, на каком устройстве в CarPlay Mobile играете именно вы, будете ли вы включать данное обновление, ну или у вас слишком слабый телефон, и вы обойдётесь без него. Будет интересно узнать. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.